А здравствуйте, уважаемые любители спорта! В заключительный день первенства России по самбо среди юниорок и юниоров 18-20 лет. Спортсмены разыграли 4 комплекта медалей о финалах буквально через несколько минут. Ну а сейчас мы пообщаемся с главным организатором этого праздника спорта Валерием Раченко, директором автономного учреждения Югра Мегаспорт. Валерий Михайлович, 4 дня пролетели или не пролетели? Для вас как они прошли? Что случилось за это время? Много ли было хлопот, будем говорить так? На самом деле все прошло достаточно быстро, интересно и сейчас получили отзывы положительные, но сегодня еще вечером будет подведение итогов с Федерацией самбо. Посмотрим, может быть какие-то будут замечания, но пока вот ни от главного судей соревнований, ни от технического делегата, исполнительного директора Федерации самбо России пока замечаний не было. Вот это первенство, как вы думаете, какой толчок должно дать Югре, югорчанам, юнам, наверное, для развития именно этого российского, советского вида спорта? Сейчас появились у детей, у ребят, которые даже сейчас придут, появились свои уже кумиры. Там не то, что там великие чемпионы, но тем не менее, ребят, которые из небольших городов достигли такого результата. Сейчас к чему будем готовиться, чего ждем в ближайшее время, буквально куда югорчанам идти, на какие трассы, залы, что будем видеть от окружных до всероссийских соревнований? Ну, хотел сказать, что погода не балует на самом деле, поэтому должна была пройти 13-го числа вчера Лыжня России, но по согласованию с Минспортом перенесли на 27-е число, поэтому всех ждем. То, что осталось, условия, которые опубликованы на сайте Югра Мегаспорта, на сайте департамента спорта, то, что я говорил на телевидении, то, что надо участвовать всем и принять участие. То, что касается мероприятий, то, конечно, спорт вернулся в Югру, нас ждет большое мероприятие, это чемпионат России по биатлону, который впервые пройдет в два этапа. Вначале пройдут неолимпийские виды спорта, после окончания Кубка мира, когда и основные сборные с Кубкой Айбью приедут, с Кубка мира, после чемпиата мира, поэтому пройдет и чемпионат России по биатлону, в рамках которого стоит тренерский совет, который подойдет итоги. Также еще весной пройдет югорский марафон 10-го числа, где по сласованию с Елена Валерьевна Вяльбе было обещано, что если ничего не произойдет, то приедут сильнейшие спортсмены Александр Большунов, Сергей Устюгов и все ведущие лыжники страны. Потом у нас в мае пройдет первенство России по тэквондо, достаточно большое мероприятие, я думаю, что будет не менее масштабное глобальное, чем это мероприятие, поэтому ждем. В июне чемпионат России по тяжелой атлетике, который впервые придет в Ханты-Мансийске, здесь же в Центре развития теннисного спорта, поэтому ждет очень насыщенная весна и всех приглашаем на арены. Хорошо, спасибо большое, желаем вам удачи, мы продолжаем. Начинаем финальные встречи заключительного дня первенства России по самбо среди юниоров и юниорок. Здравствуйте, уважаемый любитель спорта, начинаем финалы третьего финального заключительного дня первенства России по самбо, юниоры и юниорки 18-20 лет. И у нас финал до 64 килограмм. Илья Ильин, Москова, Максим Лобанов, Москова, оба кандидата в мастера спорта. Для вас сегодня работаю я, Вадим Власов и Михаил Мартынов, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион Европы, чемпион мира, обладатель Кубка мира. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, уважаемые любители самбо и других единоборств. Да, это одноклубники, вы видите, как тепло они поприветствовали друг друга не только рукопожатием, но и обниманием. Они тренируются в одном зале и, в общем-то, их тренеры уже устали смотреть, как они борются между собой и сегодня их не секундируют. Между собой в финале. Уже здесь сейчас посмотрим. Ну, много таких одноклубников, которые встречаются. Но, видно, все-таки есть школы, которые преимущественно очень хорошо в целом ведут. Ну, понятно, что Москва – это столица, это крупнейший. В Москве крупнейший центр «Самбо-70», и они оба представители этого центра «Самбо-70», но от разных тренеров. Ну, посмотрим, что сегодня здесь будет у нас. Кто сегодня превзойдет из соперников. Непростой день сегодня был для всех. И два полуфинальных поединка, они боролись в разных, разумеется, полуфинальных поединках. Были, конечно, спорные моменты, большой накал страстей. Не все были согласны. Болевый прием выполняет Ильин. Илья и очень так плотно сел, за ногами зацепил. Опасное положение, в общем-то, не дает встать Лобанову. Ну, Ильин начал доминировать в этом приеме очень хорошо. Заправил ноги, и дальше вот продолжение этого приема. Но вот сейчас, ну, чем больше так поддержит, тем сопернику тяжелее, конечно. Минута дается на проведение болевого приема. А вот еще Ильин совмещает, угрожает еще ущемлению махирового сухожилия. И на руку держит захват ногами, да? А рукой, своей подмышкой, вот пятку захватил Лобанова. И пытается сделать ущемление ахивового сухожилия. Но редкий случай, когда такой прием совмещается. Рычаг локтя и... Ну, скорее всего ничего не сделается. Скорее всего, подниму стойку и ничего не произойдет. Так и вышло. Ну, будем говорить о том, что в отличие от первого и второго дней соревнований, по шесть поединков мы наблюдали. Сегодня у нас в заключительный день соревнований четыре поединка. И вот мы наблюдаем первый из них. Весовой категории 64 килограмма. Да, заключительный день. Но у весовой категории, если раньше у юниоров было десять весов, то теперь у юниоров семь весовых категорий. Трудно, трудно, пока идет борьба. И что-то выправляет пальцы. Видно, выбил палец и вот таким образом вытягивал его. Частенько это бывает. На самом деле, это, наверное, самые вот как раз травмоопасные части. Это пальцы, когда хватаешь, их постоянно выдергивают и постоянно выбивают. И часто поэтому спортсмены борются с пластырем на пальцах. Потому что пальцы действительно летят, выбиваются. Шишки, потом обручальные кольца не очень удобно надевать. Ну да, сегодня как раз 14 число. С днем влюбленных, да. Да. В самбо. Ну да, мы уже об этом говорили. То есть все равно тут люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Это один вид спорта. Это на ковре на одном, на соседнем ковре будущая жена. Так оно и случается. Ну, хотелось бы отметить то, что эти соревнования проводят и организуют. И довольно-таки хорошо проводят департамент спорта Югры, автономное учреждение Югра Мегаспорт. Валерий Радченко. Спасибо большое за такой праздник. Хорошо все подготовили. И нареканий, в общем-то, нет. Очень организованно. Действительно так. Сколько ни говорил бы я. Ну и, конечно, правительство, округ, которое поддерживает этот вид спорта. Вообще, самбо в последнее время, будем говорить, оно и раньше-то не страдало в целом. Но в последнее время его начали продвигать более активно, будем говорить, как последние где-то пять лет. Вот так вот. И вчера у хозяев была золотая медаль. И сегодня у юниоров 88 килограмм бронзов. Да, мы об этом еще скажем. У нас будет этот бой. И мы поговорим об этом обязательно. А пока вот 45 секунд. Тактическая борьба. Они уж очень знают друг друга. В финале-то это не редко, что два равных соперника. А тут два одноклубника, которые друг друга удивить ничем уже не могут практически. И вывели на преимущество. Больше десяти лет в одном зале, уж так знают друг другу, хорошо, что он. Да, горчичник висит у Лобанова. Минимальное преимущество – это, правильно сказать, первое предупреждение. На руку, на руку это все. Илья, ну, сейчас вот если сейчас не будет Лобанов активные меры предпринимать, то попытался, но сил уже не столько, по всей видимости, и все. Не очень четко проходит. И тут уже борьба идет, но пока судья держит кулак, значит, можно бороться. И, конечно, до конца схватки так на болевом он и просидит, Ильин, да, и заберет свою золотую меру. Да, первый победитель сегодняшнего дня. Отметим его. Это Ильин. Илья Ильин. Да, поздравляем его. Вес 64 килограмм. Лобанов Максим завоевывает серебряную медаль. И бронзовым призером стали Степан Федив. Свердловская область, город Екатеринбург. И Владимир Петров Тула. Очень сильный тоже вот спортсмен. Многие его пророчили сегодня, что он будет в финале. И у них была такая драматичная схватка Петров и Ильин в полуфинале. Этот парень с моего зала мы друг друга хорошо знаем. Было бы вообще не обидно ему проиграть, потому что мы хорошо знаем, дружим. Было просто план тактический его выиграть. Два раза сел на болевой, время посушил. Да и все, в принципе. Мне очень хотят, потому что это последний год в юниорах. Я хотел отобраться на мир, чтобы там выполнить мастера спорта международного класса. Тем самым дальше себя зарядить на новую победу. И вот у нас опять вторая мужская пара. Это было сделано для того, чтобы девушки отдохнули, потому что они как раз заканчивали, много сил потратили. Поэтому им дают немножечко времени для того, чтобы побольше набраться сил, было восстановиться и выйти сюда на ковер уже в финальных поединках. У юниора, к тому же, система до шести штрафных очков. И она более сложная. И дольше времени требует на выяснение отношений в предварительных поединках. И поэтому, да, они закончили позже. Им надо дать отдохнуть. Ну и вот сейчас Даниил Жданов, обидчик югорского спортсмена Андрея Аюбова. Да, Аюбов в итоге выиграл встречу и стал бронзовым призером. Но Жданов вышел в финал, выиграв Аюбова в полуфинале. Ну и против Жданова Ливан Манукьян. Сочи. Жданов из Самары. Передняя подножка захватом за одну руку. Коварный такой прием. Жданов, вот он, мастер спорта. Манукьян, кандидат мастера спорта. Ну и вот Манукьян сейчас немножечко пытался тут в партере побороться, но подняли. Арбитр встречи Максим Корниенко, Москва. Передняя подножка вновь выполняет Жданов. Переходит на рычаг колено, сразу комбинирует. В партере преследует, как, что называется, по книжке. Тренер учит не отпускать в партере, а продолжать атаку. Ну, Жданов в лице, Манукьян в лице сильно не изменился. Да, болевых ощущений не было. Да, не испугался. Спокойно защищался, правильно сдерживал, захватывал рабочие руки Жданова. Ну, Жданов, он мастер спорта. И когда я с Андреем Аюбовом разговаривал сегодня, он сказал, что вот чего не хватило для победы над Ждановым как раз вот в этой полуфинальной встрече. Ибов ответил, что там был счет 4-3, скажем так, совсем недалекий такой друг от друга. И вот не хватило одного очка Нижневартовскому спортсмену. Он сказал, что опыта, опыта не хватило. Говорит, мне 17 лет, вот подрасту, я с 20-летними там борюсь, и я подрасту обязательно всех выиграю. Ну, то есть у него впереди еще 2 года. Он еще и на следующий, и через год еще поборется на Нижневарском перенстве. И раз уж такой хороший задел, будучи юношей, получил за тяги. Есть надежда на то, что он привезет в опыт. Ну да, у Айубова все впереди. В целом, ну, тут уже некоторым мужчины скоро переходить. А ребятам, то есть они вот уже на границе. Лидеры возрослеют, да. И в мужчинах там уже сложнее, сложнее пробиваться по сетке. Там надо, не знаю, кому-то легко дается это? Вот в чем-то секрет. Кто-то очень-очень долго трудится, старается и пробирается. Переход от юниоров во взрослую команду, конечно же, это некий такой, если самолетным языком, период турбулентности. У кого-то удается он прямо мгновенно. В этом году ты победитель первенства России по юниорам. И в этом же году или на следующий год ты уже чемпион страны среди взрослых. Есть такие уникальные спортсмены, но их мало. В основном, конечно же, можно немножко проявить, скажем так, терпение, потому что мужчины все-таки это мужчины. Там они опытные, умные, мудрые и физически уже совсем другие, как камень, как стена. Поэтому не у каждого юниора сразу получится выстрелить по мужикам. И нужно некоторое время, чтобы окрепнуть и потом уже забрать свое. Это только кажется. Сейчас вот во второй день были очень такие яркие финалы. Сегодня, может, это с погодой, с потеплением связано. Вот немножечко такое-то все происходит, как будто в замедленном действии. Но это пока кажется, потому что столько сил было удивлено складками. Целый день. С самого утра и вот поздний вечер. Сборный эпизод. Один спортсмен выполнял бросок через голову. А в этот момент... Я? Бросок через голову выполнял, да. И сейчас мы прям дать действительно синему. Все-таки синий первый сделал движение. Посмотрите сейчас. Вот он раз в ногу прошел. Остановки движения не было. А красный, пытаясь провести бросок через голову, что не нужно было делать на самом деле в этой ситуации, он упал в направлении броска синего. То есть синий как давил вперед, так красный не упал. И здесь вполне вероятность того, что сейчас дадут 4 балла. Да, вот, пожалуйста, 4 балла спортсмена синей формы, потому что он свое движение не остановил. Он начал его и не остановил. Вот здесь тоже бывают ошибки. Это грубая ошибка. Можно было защищаться по-другому. Не пытаться провести бросок через голову. Это была ошибка. И сейчас за минуту 50, конечно, тут сложно, сложно было. Ну вот он идет, да, на рычаг колена со стойки, потому что, да, 4 балла отыграть, это еще надо потрудиться. А болевой это, ну, одним движением можно сделать. Вот попытка была решить, скажем так, проблему в партере. Решить исход схватки в партере. Ну, если смотреть на эти соревнования с той точки зрения, кто из команд сегодня будет в лидерах. Какой-то официальный, неофициальный подсчет медалей, будем говорить так. Все-таки команда Москвы является... Ну, по юниорам, по юниоркам, ну, это сравнило намного там Свердловская область, Екатеринбург. Ну, там, приволжцы с Чувашей и Пермской областью нас, я думаю, обойдут. А по юниорам, да, ну, тут надо посчитать очки. Возможно, мы где-то в числе лидеров или второе, или первое. Ух ты, я. Там три, хорошо. Вот Малукян все-таки ведет эту встречу, он до этого хорошо пяточку выхватывал, потом он в партере сверху атаковал, сейчас сконтрировал на бал. Сейчас он поддавил немножко и заработал еще одно очко. Ведет. Видно, что по-опытнее его так переигрывает. Вот он назад отхватом таким сконтрировал. Глубокие захваты пытается забрать и использовать Жданов. Малукян никак этого не смущается. который охотно обнимается, входит в ближнюю дистанцию и угрожает броском через грудь. Борись, давай, борись. Есть время еще. Да, вот тренер подсказывает, что надо идти вперед, надо бороться, но сил не так много. Тут уже, ну, не знаю, сложно, сложно будет выиграть. Тем более, встали в стойку и никаких действий не предпринимают сейчас спортсмены. Держатся на расстоянии друг к другу. Оф, вертушка. Хотел удивить Малукяна Жданову вертушкой и попался на удержание. Еще удержание не открыто. Необходимо прижаться туловищем к туловищу. А тут Жданов выставил ногти, предплечье. И, в общем, не удалось Малукяну прижать. Борьба продолжает. Но время идет в его пользу. Малукяна побеждает. Я думаю, что все-таки он доведет эту встречу. Да подъедете, у него побольше сил осталось. Малукяна, вообще не уставший. Вроде бы сложно становится, да, есть немножечко, как кажется, одышечка. Как раз таки одышечка. Но видно, что физически он сдерживает все атаки. Стоит прочно на своих ногах. Его не болтает, не шатает. Понятное дело, что он встает. Но вот так. Еще, кстати, вот это, на мой взгляд, два балла. Да, вот по этой встрече показал два балла. Это были идеи закновесия скручивания. Такой контур-прием от попытки проведения броска под хватом. Вот комментатор в зале нам прокомментировал. Кто победил, да. А бронзовыми призерами здесь стал Андрей Аюбов, Хмао Югра, Нижневарковский. И Рауль Бабаев, Цифло Рижанское области, город Рязань. Вот он, последний контур-прием. Учитывая то, что мне 17 лет, я с 20-летними борюсь. Это очень колоссальный результат. Были колоссальные тренировки. И, в принципе, я считаю, что я заслужил. Получается, я занимаюсь 4,5 года. Ну, моя мечта вообще – выиграть чемпионат мира. Ну, а пока еще рано купить. Спасибо тренеру, родным, всем, кто за меня болел. Ну, тяжело было, конечно. Соперник был сильный. Приходилось выкладываться на все столы. Ну, я заранее до схватки уже посмотрел, как он борется. Ну, сам настроился, правильную борьбу поставил. Вот, получилось. Ну, впереди первенство мира. Будем готовиться. Забирать золото. Ну, что ж, а у нас сейчас в лицовой категории 72 килограмма. Екатерина Дорошенко, Людмила Налетова. И это Санкт-Петербург против Свердловской области. Мастера спорта. Ну, вот. И у нас самая последняя категория будет 54 килограмма. Они как раз-таки вот недавно, перед финалом, как раз закончили свои схватки. Поэтому им дают побольше отдохнуть. Ну, а Дорошенко и Налетова будут сейчас. С маленьких начинали в первый день. Маленькими закачивают. Очень опытные спортсменки. Мы не раз были уже сборной команды страны, боролись на игроке, на связи с мера, к своим возрастам, по девушкам, по именкам. И, в общем-то, сегодня показали очень хорошую борьбу. Если так уж и шутить, то выбивали пыль на своих соперниц на ковре. Да. То, что мы говорили про пальцы, которые ломаются, не знаю, идут быстрее всего в расход. То, что пластыри летят в разные стороны, которые... Вот просто они как... Вот только я начал говорить об этом, тут уже врач понадобился. Ой, небольшое рассечение на переносице. Да. Скромно мютовой. Ну, тут, конечно, по-настоящему бьются девчонки. Мы и по второму дню видели все это. В победе у нас проявляла Пскумова, не желая воспользоваться врачом. Надо еще было сказать такой момент, что врач... Вот если вызывать врача, то, вот, допустим, убирать кровь, вот рассечение или кровь из лоса, или затепировать пластырем палец. Это можно. А если вот, как вчера мы видели, если кто помнит, финал свыше 80 кг у девушки, коленка вот так вот в обратную сторону выгналась. И если в этом случае врач приходит и оказывает помощь, начинает замораживать, то это поражение. И именно поэтому Пскунова отказывалась и продолжала вести схватку. было понятно, что на одной ноге она, в общем-то, бороться не сможет. Поэтому Калгина просто довела встречу до конца. Ну и тот же Айюбов, кстати говоря, несмотря на то, что он выиграл бронзу, он пошел к врачу, пальцы были выбиты полностью, у него обработали все и перебинтовали очень так жестко. То есть микротравмы, мини-травмы, они присутствуют практически у каждого самбиста, который вот если говорить о том, что несколько схватов проводят, то все равно вот они есть. Ну, не будем говорить, что у всех. сейчас, наверное, технический персонал просит подойти убрать кровь Евгений Львову, потом секундирую Дмилу Налетову Свердловской области. Ну, что ж, продолжается эта встреча, устранили все, и вот сейчас возобновляется эта схватка, пытается за рукава тут поймать друг друга соперницы, ну, тут разворот, рукав, ну, и сейчас поднимают судья, да. На мой взгляд, схватка обещает быть упорной. Спокойно, выдох. Так и работает. Через руки встретишь. На самом деле, вот, я не знаю, было ли время, потому что все время с утра до вечера здесь, в теннисном центре, где проходят эти схватки первенства России по самбо среди юниоров и юниорок, с городом ознакомиться удалось, посмотреть, что-то где-то побывать, чуть-чуть хотя бы нет, была небольшая обзорная экскурсия. Конечно, я знал, что у вас это в городе есть, и теперь это увидел воочию, и лыжная трасса, и горнолыжный спуск, и очень прекрасная, такая лыжа прям порадовала, действительно, композиция из мамонтов. Приятно было посмотреть. Конечно же, как не попробовать вкуснейшую рыбу, которую можно только у вас здесь попробовать. Начинается, срок, с большим удовольствием попробовали, скажем так, то, что мы не попробуем больше нигде. Ну, чувствуется, что правительство уделяет большое внимание спорту, вообще, вот так вот со стороны вы смотрите, мы-то видим все это, знаем, где, как это происходит, где это происходит, каких соревнований больше, вот. самбо впервые всероссийские соревнования в Югре. Вот что нефть животворящее делает. Вай. Это гости из столицы завидуют нам. Как трудилась Налетова, поднимала из партера боковой переворот, не каждый мальчик это может делать, я вам по секрету скажу, то, что сейчас исполнял Налетова. Молодец, вот опять у него пластырь отскочил. Доктор вновь. Сейчас вместе с носами. Я не знаю, как у юноши, юниорок, мужчин, женщин, там, по-моему, две минуты суммарно дается. Так и есть, да-да-да, две минуты. О, она в итоге все сбросила и сказала, я так буду бороться, а врач скажет нет. То есть, этот судья скажет нет, кровь течет, надо... Оп, мы услышали, да, это 15 секунд, он сказал, или 20? 15. Это, ой, какая неприятная ситуация для Налетовой. Это получается, если сейчас, если сейчас две минуты она потратит, оп. Нормально завязать с первого раза. Привели для врача непонятно откуда, блин. Ну, это, если сейчас защищает поражение, защитает поражение, это будет крайне... Да нет, я думаю, что тут судьи все видят, что они входят в эту ситуацию, но, конечно, вот с такой повязкой на лице, вот, конечно. Ну, вот вопрос, да, две минуты на оказание помощи. Суверитель, чистые точки зрения, я так полагаю, эти две минуты истекли. А также мы, вот, аргумент секунданта, да, вот Евгения Ельбовна, действительно, разумный. Но если доктор непрофессионально, он не смог, мы же это видели, у него дрожали руки, у него с первой попытки он не сделал, он второй раз делал пластырь с ёжа, сосклеился, не было возможности налепить. Ну, тут даже в чем вина девушки? в том, что доктор не смог наложить? Ну, дело тут, наверное, совсем не веком. А в физической точке зрения? тут должны все-таки быть, наверное, доктора, которые сделают, так сделают. будут готовы к подобным моментам. Да. Если соревнования проводятся впервые и нет таких докторов, которые бы знали конкретно, что будет со спортсменами, тогда их надо, наверное, было тестировать как-то все-таки или предупреждать об этом, что будет вот это, вот это, вот это. Возможно, это мы не знаем. Возможно, этого не произошло. А возможно, да, да, обидно, обидно. Крайне досадная ситуация о том, что она, вот сейчас ее просто снимут, мне кажется, вот в итоге. Но девушка готова сражаться, ни в чем не виновата. Ей главное, это рассечение не мешает. она готова продолжать поединок. Все же, что уж, ничего не подделать, правило исправить. Вот, слушайте, да, правило исправить. Да, с юридической точки зрения две минуты истекло. И вот это просто, ну, я не знаю, крайняя нелепость, обиднейшая ситуация. Девушки, конечно, очень достойны друг другу, очень сильные. И обе достойны сегодня победить. И вот это просто какая-то нелепица, но это правило. Да, Екатерина Дорошенко. Санкт-Петербург. Не повезло Ведмиле на Летовый, но ждем мы следующего поединка. Здесь у нас заключительный. Да, вот уходит расстроенная на Летовый, конечно, у нас не очень хорошую борьбу показывало. И вот так вот все закончилось. Ну, борьба – это жесткий вид спорта. И бывают такие моменты, ну, которые мы не можем контролировать. И это было не специально. Это был совершенно случайный рабочий момент. Вот. Конечно, обидно, хотелось бы побороться. Ну, так сложилось. Для меня это первый раз, когда я борюсь в такой большой весовой категории. Я боролась здесь с недовесом 6 килограмм. Ну, то есть, я решила вообще не гонять и попробовать. И вот так сложилось, ну, что я в финале. И, ну, вот так сложилась ситуация. Через неделю чемпионат России. Надо там выступать. Вот. А потом сборы Европы, мир. Вот. Весовой категории 54 килограмма сейчас Оксана Кобелева, мастер спорта, Маргарита Барнева, кандидат в мастера спорта Свердловская и Нижегородская области. Ждем сейчас начала этих соревнований. Но вот кто? Вот кто виноват? Или даже тут не вина, а случай, наверное, виноват, скорее всего, вот в этом рассечении, который был. Какой-то вот злой рок для налета. Да, вот что-то. Такие рассечения бывают, но не часто. У нас не каждый день девушка рассекает там бровь или переносицу. И вот в финальной встрече это произошло. Вот видите, технический персонал теперь все это подчищает. Но тут еще сухо должно быть, потому что не должны скользить в целом тут спортсменки. Да, конечно. Но и на крови бороться неправильно. Надо убирать это все. Ну да. Кошмар, конечно. Очень неприятная ситуация. Ну, всякое бывает. А что же делать? Мы заключительную поединку переходим. Розовым призерами здесь стали. В этом весовой, который только что закончился в 72 килограмма. Диана Филина Рязань и Полина Пузычева в первую. Ну и вот Оксана Кобелева в красной форме, в синей Малгарита Барнева. Рисовая категория до 54 килограмма. Пока таскают так друг друга. Сейчас попыталась что-то приедет. Хотел то ли бросить со спины то, что но потянуло за собой и не получилось. вновь представительности Свердловской области в финале. Сильный сейчас там очень коллектив. Ну, можно сказать, два коллектива в верхней пышме. Там очень мощная серьезная школа. Работает уже много лет. И буквально недавно скажем так возродилась именно Свердловская Екатеринбургская школа там Клуб Родины. Вот девушка в красной форме Оксана Кобелева представляет именно Клуб Родины Екатеринбурга. Пока больше подкатни мне вообще вот это напоминает как ушу. Только там блоки ставят и тут тоже блоки своеобразные. Моя банда захвата начинается до взятия захвата. То есть они позиционно пытаются понять как приспособиться. И как только они взяли захват сразу определили что спортсменка в синей форме например представляет Нижегородскую область. Достаточно часто сейчас мы наверное еще раз увидим такую попытку пройти в ногу. Так коротко сказать по захватам рука-нога она будет держать один захват на рукаве другой захват за рукой вот и в ногу да в ногу такая низкая стойка она характерна вот сейчас пытается вывернуть руку и здесь может получиться шикарно может быть она бы уступила но вот этот такой мощный шанс она использовала даже не стали поднимать сейчас спортсменку обили его но там видно совсем она передавила но надо было раньше раньше надо было стучать расстроены вставай на руки на обожать вот пожали врача да вот но надо было раньше сдаваться она терпела она видимо понимала что в стойке она сильнее такое бывает она понимает что стойки она сильнее чувствует некое превосходство а вот здесь утра так хорошо на перешла вообще и все и привет гордость не позволяла ей сдаться вовремя когда уже было больно а потом уже поздно сдаваться уже травма надо было раньше сдаваться но терпение девчонок мы видели каждый день на протяжении трех дней до поздравляем оксану финал был с достойной соперницей мастером спорта на ну опыт не меняем намного но я думаю настраивалась на все пять минут думал финал будет тяжелый в предварительной схватке я и проиграла 1-0 но на финал настроилась несколько так не получилось проиграла захват но в партере сломала болевой и вот она победа долгожданная и к этой победе я шла наверное лет 7 не могла выиграть россию мечтала мечтала и вот мечта сбылась ну что ж дорогие друзья ну сейчас будет награждение нам нужно уже распрощаться с вами для вас работал я вадим власов и михаил мартынов а также режиссер трансляции эдуард кожухов спасибо все бригаде телерадио компания югра смотрите телекомпанию игра смотрите наш канал и но и сейчас награждение всего доброго занимайтесь самбо до свидания и и и и и Продолжение следует... 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 Потому что, когда есть такое внимательное отношение к нашему виду спорта, и помимо и развития будет, и еще, так сказать, внимательное отношение именно к проблемам, к развитию спорта. И хочется поздравить еще, так сказать, местную федерацию и весь Хантамансийский округ. Вчера был победитель первенства России, который завоевал путевку на первенство мира, который пройдет в Монголии в октябре месяце. Это Лукинчук, Николай. Тоже большие поздравления, потому что, когда люди с территории занимаются, то есть все равно мероприятие взяли, надо, чтобы и есть чемпион. Поэтому вас поздравляю. И сегодня бронзовый призер. Так что, это что касается юниорской сборной команды. Ну, я думаю, что и по девочкам выступили достойно. А достойное поколение сейчас растет в мужскую уже сборную, будем говорить, по самбо? Ну, наша сборная команда, это, скажем так, ближайший резерв основной сборной команды. И наша задача именно подготовить достойную смену. И, так сказать, хочется сказать, что у нас есть преемственность поколений. С юношеской сборной ребята попадают в нашу команду. С нашей командой, вот 99%, которые сейчас мужская сборная команды России, все у нас были в команде. То есть все ребята, которые когда-то проходили все ступени, так сказать, сборных по возрастам, они сейчас в сборной команде. Если говорить о югорских спортсменах, вы все-таки осмотрели все схватки здесь. И не только Лукьянчук же есть. Наверное, есть какие-то спортсмены, которых можно, может, из территории отметить. Вообще есть перспектива у каких-нибудь из спортсменов Югры? Ну, у спортсменов, потому что у вас очень мощная федерация, федерация самбо Югры. И очень хороший тренерский состав. Самбо развивается в Радужном, в Нижневартовске, в Хантамансийске, в Нягоне, во многих территориях, во многих городах округа. И ребята и девчонки часто приезжают на сборы, где они там растут и получают опыт. Поэтому перспективы есть всегда. Сейчас пофамильно кого-то выделять не буду. Но есть ребята, есть хорошая смена, которые, может, где-то остановились, проборолись два-три круга. Кто-то, может быть, чуть-чуть от медали не остается. Но каждая, даже если они, так сказать, поражение, но она всегда это чему-то учит и сделает шаг вперед. Но и еще раз говорю, что есть победители, есть и призеры, поэтому также поздравляю. Вот ваши отношения к тому самбо-школы, самбо-вузы, ГТО-самбо. Еще, может, чего-то не хватает? И вообще это здорово, что в школах начинают самбо развиваться? Мы, как представители Всероссийской Федерации самбо и тренерского состава сборной команды России, конечно, мы можем сказать, что самбо везде не хватает, всей жизни не хватает. Мы любим наш вид спорта и развиваем, потому что относиться нужно к своему виду спорта, потому что это наш спорт, наш самбо, оно родилось в нашей стране. И отношение должно быть подобающее, потому что много, так сказать, внимания уделяется сейчас нашему виду спорта. Чего не хватает? Не хватает? Да, я думаю, что... Внимание может быть? У нас самый демократичный вид спорта. Нам надо еще ковер и помещение, и не надо ни специальных там оборудований, ни специальных, и ребята будут воспоминять. Поэтому и наша задача, как дети, которые там воспитывают настоящих патриотов, защитников Родины. Ну, мы многое видели здесь поединка. И девушки героически выдерживают боль, и юноши, и все прекрасно, все хорошо. Но вот он как раз воспитает вот такой вот стержень, наверное, российского человека. Ну, да, конечно, характер. Занятие любым спортом воспитывает характер, а тем более единоборствами. Ну, вообще, я считаю, что это мужской вид спорта, хотя девчонки у нас тоже занимаются, и очень симпатично, и слава богу, да. Но именно тот характер, который им позволит, даже пройдя школу самбо, они выработают в себе такие качества, которые им позволят просто в обычной жизни просто проявлять характер, быть достойным человеком, и самое главное, быть настоящим гражданином нашей страны. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнали Симон.